Ваше собрание священства, достаточно мое цель, уважаемые гости, дорогие братья и сестры, В грядущие 32-е международные рождественские образовательные чтения посвящены теме «Православие и Отечественная культура. Приобретение минувшего, образ будущего». Среднейшего Патриарха Московского Исия Руси, управляющему северо-восточным, юго-восточным и северным векарствами города Москвы, архиепископу Егорьевскому Матфею. Уважаемый Сергей Александрович, уважаемые высокие гости, дорогие братья и сестры, Разрешите сердечно приветствовать вас на пленарном заседании 11-х окруженных рождественских образовательных чтений Северо-восточного, юго-восточного и северного векарств города Москвы. Виктор Российской Академии Животворения из отчества и Легузунова, народного художника России, профессора, кандидата из построения и членов Президиума Российской Академии художеств Ивановича Блужунова. И вице-спикера Московской городской думы, журналист, архиепископу деятеля Андрея Вечер-Видева. Такие разные люди, с разным жизненным путем, с разными, возможно, чем-то взглядами. Но всегда ли наше общество, всегда ли наша страна жила так, что священник, художник и человек государственный воспринимались как что-то несовместимое, что-то разное. Я с этого предлагаю начать наш разговор о будущем и настоящей нашей культуры. Отец Федор, вам первое слово. О, большое спасибо. В общем, скажу, сказали про то, что мы действительно уходим от раздробленности к единству. Это важнейшее, кстати, вот здесь мы находимся в учебном заведении. Я очень рад, что здесь есть студенты. Я, к сожалению, ни с залом не забыть до отказа. Я все время об этом говорю. Я вопрос, я помню. Может, и забуду. А вот. Да. Я еще извиняюсь, поскольку не сегодня спектакль, я, может быть, и раньше чуть-чуть убегу. Но я хочу сказать нашей молодежи. Несколько веков назад такой один из подвижников Петра, первого русского оператора, Антона Христофоровича Миних. И сделаем такую фразу. Наше государство отличает от других только то, что напрямую отправляется Господом Богом. Иначе невозможно вообще объяснить, почему оно существует. Это отчасти только шутка. Действительно, наша страна Богом хранимая. Я все время общаясь с молодежью, я все время общаясь с молодежью, утвержу об этом. Помнить, в какой великой стране мы живем и куда приезжают люди из других стран, учиться, получать не только знания. Мы частичку нашей веры, нашего духа, нашей истории, но и самим ценить то место, которое дало нам жизнь. То количество, огромное количество святых, которые родились на этой земле. В нашей стране самое большое количество святых людей. И, конечно же, та кровь наших предков, которая была пролита, чтобы это Отечество, это Богом хранимое Отечество сохранилось, выстряло, не расчленилось и дало жизнь нам, молодым. Продолжение следует...